Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Турция ужесточила свои позиции в отношении политики Китая против уйгурского народа. Арарат Мирзаян и Бакосаокян обсудили вопросы безопасности и парламентского сотрудничества. Детский сад общины Шош будет сдан в эксплуатацию в мае. Более 200 заложников были освобождены возле ДРС Зора. В Адыямане организуется посадка деревьев для восстановления поврежденных лесов. Спитак – лучший фильм 17-го международного фестиваля имени Вячеслава Тихонова. Они – Камах. Турция ужесточила свои позиции в отношении политики Китая против уйгурского народа. В августе, когда сирийская армия собиралась нанести массированный удар по Идлибу, Китай объявил, что готов принять участие в этой операции. Почему? Поскольку террористы туркестанской партии, в основном находящиеся в Идлибе, связаны с китайскими гражданами уйгурского происхождения. Если нападения начнутся против Идлибы, то террористические атаки против позиций сирийской армии, расположенной вокруг Алепа, и хамы усилятся, примет ли в этом участие Китай. Турция явно ожидала этого. Группа турок выразила свой гнев 10 февраля на улицах Бурсы и Стамбула против политики китайских, проводимая против уйгуров. После утренней молитвы в Бурсе, группа турок прошла по улицам города, с собой неся флаг восточного Туркестана и с лозунгами «Молись против насилия». МИД Турции отметил, что Анкара обратилась к международному сообществу и генеральному секретарю ООН с просьбой принять эффективные меры для прекращения человеческих трагедий уйгуров в стране. Следует отметить, что в последние годы Турция помогла тысячам уйгуров перебраться в Идлиб, где они захватили дома местных жителей и поселились там. Согласно некоторым источникам, в Идлибе насчитывается 5000 уйгуров, но поскольку во время столкновений с сирийской армией было убито более 1000 уйгуров, это показывает, что реальное число должно быть намного выше. 5 августа 2018 года посол Китая в Сирии Ки Чан Цци заявил, что китайская армия готова помочь сирийским войскам в битве при Идлибе, потому что борьба с терроризмом в Сирии выгодна не только народу Сирии, но и народу Китая, а также всем народам мира. Он также сообщил, что китайская армия собирается бороться с уйгурскими террористами, причастными к конфликтам в Сирии, чьи спонсоры известны всем. Принимая во внимание тот факт, что Турция годами оккупировала Западную Армению, она нарушает права коренного народа и национальных меньшинств, уничтожает важное культурное наследие и высказанные в настоящее время заявления противоречат ее политике. Напомним, что 29 декабря 1917 года Советская Россия приняла декрет о Турецкой Армении, Западной Армении, и по этому декрету право армянского народа на самоопределение и в дальнейшем на независимость 19 января 1920 года Верховным Советом Союзных Держав де-факто 11 мая 1920 года. Во время конференции Сан-Рема де-Юра была признана независимым и суверенным государством. 22 ноября 1920 года президент США Абудро Уилсон начертил границы Армении. Следует отметить, что Западная Армения не была признана Организацией Объединенных Наций из-за ее оккупации Турцией. Напомним, что в 1894 по 1923 годы на оккупированных территориях Западной Армении коренной народ Армении подвергся геноциду тремя турецкими правительствами. 9 февраля президент Республики Арцах Бако Саакян принял председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзаяна. Президент Саакян поздравил Арарата Мирзаяна с избранием на ответственную должность, пожелал ему плодотворной работы. В ходе встречи были обсуждены разные вопросы, касающиеся укрепления парламентских связей между двумя армянскими государствами. При совместном финансировании всеармянского фонда Айастан и государственного бюджета Арцаха в общине Шош Аскеранского района строится детский сад, строительные работы которого будут завершены в мае. В беседе с корреспондентом Арцах Пресс глава общины Эрик Абрамян сказал, что строительство детского сада началось в 2018 году. По словам главы села, здание детского сада одноэтажное на 50 мест. В настоящее время строительные работы детского сада практически завершены. Ведутся внутренние отделочные работы здания. Во дворе детского сада строится детская площадка, отметил Абрамян. Наш собеседник также отметил, что дошкольное учреждение также будет укомплектовано всем необходимым, которое предоставит всеармянский фонд Айастан. Формирование сил демократической Сирии СДФ освободили более 200 мирных жителей, которых удерживали террористы в провинции ДРС Зор. Большинство освобожденных заложников – женщины и дети. Террористы использовали их в качестве живого щита и удерживали в населенном пункте Богос. В составляющей костяк СДФ курдские бойцы смогли обеспечить безопасный выход мирных жителей в лагерь для беженцев в окрестностях Хаджина. Остатки боевиков террористической группировки «Исламское государство» продолжает удерживать Богос, но уже блокированы отрядами СДФ. В руках террористов остаются сотни заложников. В деревне Зормагара в Биси Адыямана экологи начали сажать деревья для восстановления разрушенных лесов. Среди добровольцев Али Пулат отметил, что если одно дерево будет уничтожено, все леса Черноморского региона будут уничтожены. На сегодняшний день экологи посадили около 200 деревьев, которым планируют добавить еще в ближайшем будущем. Адыяман – это чудо природы, но оно разрушается силами государства. Пулат отмечает, что идея посадки деревьев появилась давно, но только в этом году им удалось реализовать эту идею. В настоящее время в Биссини идет посадка деревьев. Природа Черноморского региона не отличается от Измира, Айдына, Анталии. Если одно дерево будет повреждено, лес будет уничтожен в Черноморском регионе. Летом во время лесных пожаров в Анталии никто не вмешивался, даже если были добровольцы. Государство не позволило им, говорит Пулат. Ряд регионов разрушен государством. Насколько я могу, я стараюсь не допустить уничтожения лесов. Если такие люди, как я, будут очень заботиться о природе, эти 50-летние саженцы превратятся в деревья и превратятся в леса. Фильм «Спятак» режиссер Александра Котта получила главный приз 17-го международного фестиваля «17 мгновений» имени актера Вячеслава Тихонова. А лучшим композитором признан Серж Танкян, написавший саундтрек к картине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов смотра в Подмосковье. Киносериал «Частица вселенной» и фильм «Спятак» стали лучшими на третьем международном фестивале имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений», говорится в сообщении. «Спятак» рассказывает о землетрясении в Армении 7 декабря 1988 года, унесшее жизни 25 тысяч человек и оставшиеся без крова более полумиллиона жителей страны. В картине сыграли Лерни Карутюнян, Эрмина Степанян, Александра Политик и другие. Всего в конкурсе в 2019 году участвовали 10 фильмов из 7 стран и 10 сериалов. В программе были представлены совместные работы представителей России с коллегами из Франции, Белоруссии, Чехии, Польши и Израиля. Один из древнейших городов Армении упоминается еще в XIV веке до н.э. В хедских надписях города Кумаха, центр страны Хаяса. В эллинистическую эпоху этот город под именем Ани, Камах, был столицей царства Армении Малый. Находился на берегу реки Западный Ефрат в области Даранали и был крупным культурным центром. В III веке здесь жил гностик Бардецан, написавший свою храмовую книгу, которая явилась одним из источников для историков Овсеса Хоро-Наци. При храме Арамазды находилась усыпальница армянских царей Аршакидов. После входа в христианство Аней Камахский языческий храм был разрушен, поместье переданной армянской церкви. В 369 году персидский царь Шапух Беа завоевал и разрушил крепость, похитив кости армянских царей из кладбища. В IV-XI веках разными странами поочередно владели крепостью римляне и византийцы. В 1515 году Аней Камах захватили турки. Замок Аней Камах имел мощные стены, некоторые из которых сохранились до наших дней. Есть много следов зданий, в том числе церквей. Но большая часть утеряна безвозвратно. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Ерк-Ерк. Замок Аней Камах Замок Аней Камах Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!